Ну, в принципе, в одну воду дважды вступить, в одну реку дважды вступить нельзя, да? Воду, как говорят. Ну, только мы с Василием решили 14 ноября сделать наш концерт концертом по заявкам. Два. Ну, как в хорошем триллере потом будет концерт по заявкам возвращается. Это интересно. У нас получилось как бы прообраз этого концерта. Столько записок прислали. Просто я так он, что первое отделение, так все тихо сидели, они с удовольствием вспоминали, какие же песни они знают Леони Сергеева, чтобы попросить спеть, да? И писали. Я даже очки взял. Во-первых, спасибо за теплые слова, которые звучат между строк. Ну, вот первое записок. Что Бог на душу положит? В вашем творчестве достаточно много произведений с выражениями на алкогольную тематику. Это закручено. Это перекликается с песнями Михаила Кочеткова, на мой скромный взгляд. Вы знаете, вот когда гнездо глухаря находилось еще на первом старом месте, это полуподвальное помещение, практически подвальное помещение на Большой Никитской, то мы с Михаилом Николаевичем Кочетковым, это светлая страница в моей биографии, я думаю, в его тоже, были самые выпиваемые авторы. То есть под нас заказывали большое количество спиртовый, и официанты, ресторатор очень к нам благоволили. Даже однажды с Мишей мы выступали в Казани, там устраивали концерт, какое-то летие было русской водки, и концерт прерывался несколько раз, потому что там было несколько водок налито. Человек с завязанными глазами выходил из зала, нет, он выходил с отвязанными. Потом мы завязывали, и он пробовал, значит, и должен был определить, где там Желка, где там Смирновская, где там Русская, вот. По-моему, концерт так и не закончился. После третьего дегустатионного просмотра уже зал пришел на сцену, мы растворились в зале, ну, пошел концерт. Так, как вы относитесь к коллеге в качестве просьбы Чардаш? Чардаш вряд ли, потому что если Чардаш у нас же в основном Евгений Николаевич подыгрывает, а он забыл аккомпанирующие ноты, понимаете? Чардаш в следующий раз. А может быть, Чардаш мы разучим 14-го числа? Вот, да, может приходить 14-го тогда, послушайте Чардаш. Теперь перерыв. А к коллеге я отношусь с обожанием, вот что, Михаил Николаевича не обожать нельзя, это великий человек. Я все время вспоминаю историю, когда на первом всемирном фестивале бардовской песни в Турции, который проходил, у нас, нет, на Кипре, это был третий. Но на первом Миши тоже отличался хорошо, что-то. Витя Луферов там рубил тростник вокруг отеля, потом вываривал ракушек. Мишка приходит с утра, говорит, ну, говорит, он варит ракушек. Дыши, Миша, дыши, дыши. Здесь свежий бонт. А Витя Луферов там приехал с косой, у него что, номер с косой, он там по косе бил. А терроризм, и он с косой в самолет, его не пускают. Да вы что, да это перформанс. Еще еле-еле пустили. А назад с охапкой тростника, из них он дудочки делал, его с ракушкой выварили. А когда на Кипре, да, в Лимасолье нас повезли, Лимасольский винзавод, и они сволочи, гады, там они начинают со сладкого цеха, ликеры всякие, а там зевания 60-ти градусная, это в конце уже, а надо пройти долгий подземный путь. И к зевании уже все такие хорошие, значит. А потом, значит, магазин около винзавода, где торгуются напитками прекрасными, и все затарились в автобус, сели, поехали к камню Афродиты, чтобы его окончательно утопить. И Михаил Николаевич вот на этом плече, я вот так, ой, плотно как прилег, потому что он прошел весь путь неоднократно. Возвращался там что-то, ой, я забыл там. Буль-буль-буль-буль. Вот, и он спит, значит, у нас была гид, местная жительница, ну, лет так или так. Баба-ягодка опять, но она такая молодящаяся, туго затянутая она, дабы разрядить молчание, потому что бабы такие, напившиеся, и красных солнечных напитков с ненавистью смотрели на солнце. Вот, и она говорит в микрофоне. Фин, наверное, хотите спросить меня, почему я так разговариваю? Дело в том, что я последние 15 лет живу здесь, на Кипре, и вдруг отлипает щека от моего плеча. Вот, я до сих пор не могу понять. То есть это шестое чувство, я не знаю, там-то, третье ухо, то, что все-все четыре глаза были закрыты. А первые сорок! Женщина сделала робкую попытку съесть микрофон, она сразу... И замолчала. Мы приехали на этот камень, мы вылезли сами, мы спустились, мы заснули. Она сидела в автобусе и плакала сквозь темные очки. Поэтому как не обожать этого человека? Можно сказать, прилюдная любовь. Вы собираетесь на пенсию, ну, в принципе. А где вы работаете сейчас, хорошая? Налоговый инспектор? Откуда идут пенсионные взносы? О, вы что знаете, а? Вы знаете, что есть еще какие-то пенсионные взносы? А да, есть, да? И на них прожить можно? Или только веревку купить, но уже без мыла, извините. Придется помучиться, чего уж там. Вот, мне взносы сейчас не идут. Я, как говорится, этот... Идейный тунеядец, может быть. Когда-то я работал, чё-то. Честно. Были рысаками. Так, ну я оглашу тогда. Колокольник и траваечек в Сочи снимается кино. Вот, да. Спасибо за Бакин и трамвайчик. Хорошо себе теперь. Который день погоды хмурится, однажды китайские кули. Это да, это все. И пошло так хорошо. Здесь, значит, писатели какие-то. Слушай, гениально. На концерте Лидии Чебоксарова Евгений Быков рассказывал, что вы как-то особенно смотрели песню Бисбурга «Милая победа». Можно попросить вас исполнить ее. Обязательно. Я, Николай, еще не знаю, как я буду ее петь. Однажды я спел в четырехтональной песне. И что, казалось бы, для музыканта это осталось таким следом в истории. Я бы сам знал, Николай, ты что. Память, два страна, руководка, дриль, старый, но, ребята, это вот на концерт, действительно. Про Сочи знаем, а про чемпионат мира по футболу. Ну, честно говоря, пока еще нет такой песни. Если вы имеете старую футбол, оперу, то я ее уже не знаю. Песня из гусарского цикла. 18-го числа 200 лет Тарутинского сражения. О, как тяжко жить в Моруке, в городе Тарути. Тарути, но. Отметим гусарский, да, как же. Свадьба, заплыв в Турцию. Ух ты, мама, диск удался, большое спасибо. Особенно люблена душу предновогодней, посвящение Кукина. Из старенького можно исполнить одну грустную старую, такую, знаешь, одну пестелую продукт тараканов. Какая же веселая, если там клопок дает вообще. Скажите, пожалуйста, мы плыли, ветер был у нас в трусах. Или про тараканов. Ну, в общем, Николаевич, ты запомнил, какие песни здесь перечислены? Милая моя. Замомнил. Гад ты, Костя Федотов. Милая моя, мы будем финалить сегодня. В прошлый раз мы ей тоже попробовали финалить, я помню. Ну, в общем, когда мы закончим, все это выйдет из моды, да? Ну, на всякий случай. Громко. А тихо было, хорошо, да? А поднимите руки, кто был на нашей программе вечер авторской балутки. Один и два. Просто чтобы так вот. Можно повторить, да? Можно повторить, просто так. Ну, не сегодня, ладно. Ну, точно, там такие балутки, как баи. Такие коты баюны вообще. Ну, ладно, поехали, Николай, с чего начнем? Бакин. Ну, давай Бакин. Или, милая моя. Старый Бакин на реке, Ночь уже не вдалеке. Бакин, зажигая горн, Баржа просит. Ты засинешь в своих валадах, Буду я болотать в Батиман, Да не дай Бог, он отопляет ветер грузит. Ты засинешь в своих валадах, Буду я болотать в Батиман, Да не дай Бог, он отопляет ветер грузит. Старый бакер, как часы, усмехается усы И расчесывает их гребнем волны Как последний солнца луч Не вернется из-за туч Он тогда зажжет огонь свечкой полна Как последний солнца луч Не вернется из-за туч Он тогда зажжет огонь свечкой полна На реке огонь горит На борже матрос стоит Я машу им рукой, словно в детство И боржа прошла уже и спокойно на уши Бакер, не гаси огонь, дай погреться Не горжа прошла уже и спокойно на уши Бакер, не гаси огонь, дай погреться Разгоняемся потихонечку Бакер, не гаси огонь, дай погреться Бакер, не гаси огонь, дай погреться Забыл поцарапалым окном Бесшумное мелькание предметов И лепестки счастливейших билетов Шуршат чьем-то счастье отрывно Бакер, не гаси огонь, дай погреться И лепестки счастливейших билетов Шуршат чьем-то счастье отрывно На станок их шум и толчья Привычный образ ждущего народа Но наш травачик не сбавляет холодом В вагоне только зайчик, ты и я В вагоне только зайчик, ты и я Мелькнет в толпе знакомое лицо И растворится в жизни быстро отеченной И вроде бы немного до конечной Но снова начинается кольцо И вроде бы немного до конечной Но снова начинается кольцо И снова возвращение печаль Лежит на стеклах трещина паутиной И снова путь неимоверно длинный И рельсы, что никак не поменять И снова путь неимоверно длинный И рельсы, что уже не поменять И постепенно набирая ход Слегка искрящий, жёлтенький торопачий Придёт чувак, где неуклюжий мальчик А вяль за три копеек и счастье живёт Придёт туда, где неуклюжий мальчик А вяль за три копеек и счастье живёт Воззнаменование двухсотлетия битвы Под вторую тяну Гусар рассказывает Воззнаменование двухсотлетия битвы Отцепите сам, господа Да набейте трубки, эй, иди ищи-ка Принеси-ка быстро самовар Да в буфете в райц поищи Заная тех, кого я подстрелил Штаб-соперка уж больно подретив Прохор, отодвиньте мой костыль Давай, балвар, оперетив Поначалу карт шла не так Я купил девятку и тузар Он купил семёрку и вальта И сказал, что бег селем нельзя И я тогда держался, не полез Думаю, наступит мой черёж Крошка, остигни-ка мне протез Да не этот король Пусть коленком малый сыр так не хорошо Шли ему тузы и короли Мне ж восьмёрки-то и те с трудом И к концу часа так через три Я сидел прикрытый лишь тузом Это был пикантейший пассаж Это был фуршет наоборот Я хотел, конечно, за лепаш Но подумал, нет, момент не тот, но Когда он выкинул дамбль И туза пришлось ему вернуть Прохор, принеси-ка пистолет И костыльчугунный не забудь Штаб со страху на буфет поезд Я его вот так, обах, насквозь Прошка, не запачка мой протез Прапорщика, вынеси и брось Он ещё дышал минуты-две Я его вот так вот костылем Прошка, не касайся в голове Мы корме-то после умирём Господа, вы что уже пошли? Прошка, никого не выпускать Быстро в шкаф к окну и дверь запри Я еще хочу рассказать. Да, интересно, интересно. Так, ну что это? Да, да, да. Сюда же. 76-й год. Да. Отдыхаю в Крыму. В Судаке. Через много лет попали в Судак с мещуками. Помнится город тем, что в гостинице тараканы зажигали свет. Там такие плоские выключатели были. Идут оттуда, отсюда идут. Когда критическая масса, свет зажигает. Нам прислали сигарету через плечо свернутую. Это как раз вот 1991-1992 год. Мы прикуривали конец в форточку. Такой кальян у нас был метра четыре. Однажды я и кореш мой, Серега. Какой цена охрюкались немного. И чтобы смыть нахлынувшие горе, Решили пару раз макнуться в горе. Ландшафт был непростительно суров. И ветер дул от наших берегов. Подходит к морю шагать дали. Серега взял в трусы родной земли. Но голосу рассудочному в земля Он высыпал назад родную землю. А ветер дул оборзивший совсем. Секунду метров восемь, а может и семь. Плывем я кролем, а Серега барасом. Пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом. Остался позади родной союз. А надо контры зверя глядять. И нас с Серегой заврыть хотят. А я кричу, ну не ж, я рум не знам, Серега. Серега тоже молча не остался. А отрыл их три креста и две дыры. Они на нас направили стволы. А ветер сволочь дул и шохли с шеи. Серега сразу вспомнил это. Да, не в свершке его. Но мы от них ушли по дну с песнями. Да разве ты сравниться гадом с нами? Но тут возник сухум личный спор. Что это, Драданилы или Босфор? Серега встал, становился Босфор. Но тут пройдется то, что летский город. На берег вышли два, а город иностранный. И день у них, как видно, нынче банный. Все носим полотеем с набашки. Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как толпок. Я был умным и Сереге, он не нов. Идем, глядим, не город восторг. А на трусах иглы казачьи и торг. Вдруг пилит к нам мадаму у параджет. А нам вело в эту вроде в глифе. Серега сразу медведь вроде шел. А тут ее папашка дошел. Он нам кричал обидные слова. Но это мы не поняли сперва. Когда на нас зашло, что смысл суров. Серега дал ему промежагу. Вокруг толпа изволил расти. А я стоял, считал до девяти. При счете три мужик едва вздохнул. При счете восемь ноги протянул. При счете девять их пришел мельтон. И мы с Серегой ломанулись и вон. Мы плыли, ветер был у нас в трусах. За нами как удался два часа. Но нас они не взяли на испуг. В здоровом теле нет здоровый дух. Мы дома как приятно, черт возьми. Чтобы успели с Серым до восьми. То есть сначала эта песня черт возьми до семи. Потом дали послабление народу до восьми. А сейчас вообще лафа. Ты же, да? Гуляй не хочу вообще. Вспомнилась история одна. Очень коротко рассказываю. История Длина про Турцию. Встречался как-то со своими знакомыми. Они говорят, вот сейчас, сейчас, сейчас. Через полчаса приедет старец Василий. Старец Василий. Старец Василий отсидел в Турции два месяца в тюрьме. И я там начинаю уже заранее уважать этого человека. Там за веру, да, там отсидел. Наверное что-то в тюрьме. В Турции, старец Василий. Там изможденный постами человек. Там такой, в глубоке. Приезжает, 28 человек, бывший прапорщик ВДВ. Еще очень недавно бывший прапорщик ВДВ. Метр шестьдесят, метр шестьдесят. Ну комок мышц. Старец Василий такой. Я так смотрю на него отсидел. Он садится, официант говорит. Дочь моя, триста граммов. Для начала. И он так и был прав для начала. Он еще триста съел. Заливает, выпивает. Старец Василий... А тут турецкая тюрьма да... Он вот... Да твое мать... Я вот твое мать. Мы твое мать. Твое мать с пацанами – твое мать. И в Стамболе твое мать. И 9 футболе твое мать. Но мы в баре Твою мать, Забабилу твое мать. А тут нет твое мать. Я не твое мать... Я уму, я к viewersいる твое мать... Вы месяц приедете... Либо... ПОЛИЦИЯ твое мать. Я ему как кокарду на боль... Твою мать тоже на что, твою мать, пойду, что нельзя, твою мать, наводил, твою мать. Ну, два месяца, да, твою мать, твою мать. Я из-под стола откровку уже и говорю, старец Василий, а что вы материтесь-то, как ломовой извозчик. Хотя, конечно, он не знает, что это было, ломовой извозчик, как ПТР, на холостых оборотах. А ответ был гениальный, старец Василий, так, трёхсоточку, так. На меня так посмотрел, потом. Сын мой, так я-то отмолю. Вот, на росте, не крючок. А-а-а, сказал, я отмолю. Видишь, это твой мать, твой мать продолжает, твою мать. Это, походу, в Турцию, это твой мать. Твой мать. Ну, там просили, давай, Николай, письмо. Твой мать. Ты, 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 ты. Который день по воду хмурится И лупит капли в нождя А страшина опять волнуется Бол, снова лежа спать нельзя А мы в забытой Богом Бруссе Сидим два месяца подряд И поначалу про Белоруссию Поет начальничка комбат Здесь звёзды красные, зелёные То снизу вверх, то сверху вниз Здесь все становятся влюблёнными В одну и ту же дару жизнь И мы в забытой Богом Бруссе Её ловим на прицел А наш комбат из Белоруссии С ней объясниться не успел Опять погода что-то мается И сыгрет каплями дождя А старшина все чертыхает Мол, снова лежа спать нельзя А мы в забытой Богом Бруссе Живём два месяца подряд И поначалу Прости пи русские Поём другому же стандартам А мы в забытой Богом Бруссе ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ 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 Ой, наговариваете вы на себе. Ой, ну ладно. Звоночек уже звонит, трехколесный со звонком. Трехколесный со звонком. Беренство. Фотография желтая. Ставность. Но с морковкой снежный ком. Детство. Две морщинки возле там. Ставность. Через лужу за мечом. Детство. Что там светит за окном. Ставность. Паутинка получен. Петель. Трехколесный со звонком. Ставность. И куда ж могли гадать. Где я в церкви. Что-то малым совсем осталось. Разбросать бездешно. Детство. Да не может отыскать. Ставность. Разбросать бездешно. Я в церкви. Разбросать бездешно. Да не может отыскать. Ставность. 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 так 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 не надо давить ветер был успели но и моя осталась вы ведь допросите сейчас Игорь Николаевич вам то сидеть уже как говорится нечем а у народа еще все впереди ну так сказать помяну Таруцинскую битву просто провели про Сочи знаем знаете ну и все что-то нормально память 2 сам забыл страна дураков сейчас потом все будут петь старые новыков скоро да ау давай Владимир Вольфович Жириновскому посвящается а в стране дураков дураков не осталось все приехали к нам погулять отдохнуть а у нас как всегда темнота и устало а у нас все путем 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 не осталось И все меньше и меньше нормальных людей. От кашки вздох, словно в скотах, Сам себе бон, сам себе пан, В душу залез, как темный лист, В лесу наполон, в угле тепло. Ла-ла-ла-ли, 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 В душу залез, как темный лист, В лесу наполон, в угле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся, И без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают волосы, кудри, горячей рваются, И осталось в войне победить, как всегда. Платеж и вздох, словно в скотах, Сам себе бон, сам себе пан, В душу залез, как темный лист, В лесу наполон, в угле тепло. Ла-ла-ла-ли, 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 В душу залез, как темный лист, В лесу наполон, в угле тепло. Ла-ла-ла-ли, ла-ла-ла-ли, В лесу наполон, в угле тепло. В земле лежит, а теплый ветер с юга, Далеко назад, Бегают по кругу-кругу красные гроза. Глянет влево, вау, ты лучше не смотрел, Поглядет направо, тот же беспредел, И пока не поздно, а в небе созрачок, А по небу звезды, звезды, два поля пучок. А по небу спутник, мол, я один, Сам себе попутчик, сам себе один. Надо внушно ходила, спутник отморить, Да не готова тела, тела, душу отпустить. Не печалься, гадко, дрыгни до утра, Ведь поутру глядь-то, суше, чем вчера. Они пыли в дорогах, не драк, а хресты, Подожди немного-много, отдохнём уже ты. Травы стыль влекнутый, а ветер шевелит, Спутник шелезанутый, по небу летит. А внизу вольготно, мухой на стекле. Батюшка, народ, народ, на мамушке земле. А внизу вольготно, а мухой на стекле. Батюшка, народ, народ, на мамушке земле. Волгую на камушке, оттуда, народ, народ, на мамушке. Батюшка, народ, народ, народ. Форум снимает, как кино было, да? — Новый год страна смотрелся или было? — Страна смотрелся? Ну, о-о-о! — Старый? — Нет, там про старый Новый год было. — Про старый год. — Свадьбу было, да. Зря вы это написали. Я честно скажу, я недавно как-то переслушал все свадьбы. Вы знаете, вот вторую, третью, четвертую я слушал как в первый раз. Ух ты! Их ты! Их ты! Да, как изобретатель механик проклада для жителей Сургута и ух ты! Это меня потрясло вторично. Первый раз, когда я это написал, я говорю, вот неоткратима судьба приближается. Вот, да какая моя судьба, спасибо. У нас друг Рыжий, поздравляю. Успойте, пожалуйста, все-таки жаль Рыжий. Это... 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 Песня, которая была, собственно, практически написана ради фразы, которую произнес брат Евгений Николаевича, который служил срочно... На Дальнем Востоке, да? Он служил? Нет, там... Чечне... Нет, там... На Дальнем Востоке он приехал в Москву, да? Да? Ну, неважно. В общем, он попал в подземный переход на Пушкинский, да? Да. И произнес гениальную фразу, которую вот... Я просто не мог пройти мимо этой фразы и приделал к этой песне. Вот и старый броводей, вот и наука наступил, на любимую мазоль, да так, что пусть нету сил, Разрывается на части, телевизор нецветной. Тот, кто выпил, будет счастлив, тот, кто выпил, будет счастлив, тот, кто выпил, будет счастлив. Кто не выпил, во больной, во больной, а во подлюка, потому как жизнь одна. Это такая вранца штука, хошь не хошь, а бьешь до дна. Кто залет ее шампанский, а кто кровушкой своей, заводи мотивчик шпанский, Заводи мотивчик шпанский, заводи мотивчик шпанский, сердцу будет веселей. Телье, телевизор, телье говорит, тянут ели, лайк внизу, Новогодний шор залит, спит под елкой, ежик бритый, и тетрадцы и сыны. А со старым все мы квиты, а со старым все мы квиты, А со старым все мы квиты, перед новой все равны. А вот старый проводи, а вот и ноги в ступе, а вот и ноги в ступе, А вот и ноги в ступе, и тот в темных ступе. Старый, здесь такие, я сидею здесь, какие здесь обмороки шарят. Переходят на Пушкин. Переходят на Пушкин. Переходят на Пушкин. Ну и у девушек мини-юбка, да. Слушай, в Чечне там. Вся глупина, вся жизнь в этой фразе. И для милы моей еще рода. А я жду. Вот смотрите. В Лео Минории что будет? Ну рассказывай тогда уж истории, что уж там шовы, да. В Лео Минории начнем. Чего рассказывать из-за хуй все поймут. Нет, люди интеллигентные сделают вещь, что ничего не происходит. Так, 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 наша судьба меняет очертания. Спасибо. Вот так. Чтоб сразу так. Зеленое небо, красное облако. Песню «Зеленое небо, красное облако» посвящается Рыжим. Давай, Николай, «Зеленое небо» споем. Только давайте пойте все, кто знает припев. Припев эзотерический, естественно. Для бельтоников, видимо. Это про Рыжих. Муху только с мещуками мы поем. Мещуков нет сейчас. Муха 2 декабря мы здесь, что тебе снится, муха с Арророй будет называться. 2 ноября. 2 ноября, да. А 14 ноября вот концерт по заявкам зла. То, что не допели здесь и из этой кучки могучей. Да пойдем тогда. Посвящается слепнем великой русской реке Опе. Попало небо, небо соленой, Пароход ополывающий с ветчиной, Как положена труба над нею дым. Только дым слегка не движет, а над ним... Зеленое небо, красное облака, А вышки роски не было у чудака. О песочке не на сладком с галечкой, Целовать мы украдкой с галечкой. Зеленое небо, красное облака, А вышки роски не было у чудака. Зеленое небо, красное облака, А вышки роски не было у чудака. На весне, не на кленовом, на пустом, Кто-то видит все, что забудется потом. Зеленое небо, красное облака, А вышки роски не было у чудака. Зеленое небо, красное облака, А вышки роски не было у чудака. Зеленое небо, красное облака, А вышки роски не было у чудака. Зеленое небо, красное облака, А вышки роски не было у чудака. Зеленое небо, красное облака, А вышки роски не было у чудака. Звучая на ручьево янтарной сосны, Примор неспелы подёрнулись рукой по страну, Чёрная кончилась ссорость, страсть упора. Милая моя, солнышко лесное, Где в каких краях встретишься со мной? Вот так когда-то я начал в Леоминоре, Типа, а чё вытрючиваться, да? Все в Леоминоре поют. Крылья сложили палатки, их кончено полет, Крылья расправили сталь, разлук самолёт, И потихонечку пятится трап от крыла. ПЕСНЯ 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 Спасибо.